Напомни, как все начиналось Знаешь, я накидала Тебе, я думаю, будет интересно, как все начиналось Здесь люди, которые пришли 4-5 лет назад Есть? Год назад Поднимите все, кто только-только начали А кто уже 12 лет здесь? Их очень мало Мало Но тем не менее И знаете, что я увидела? Я увидела такой момент Люди, которые с нами от начала Мы все получились как-то в одной упряжке И у нас у всех примерно одинаковый уровень жизни Мы как-то живем вот на одной прослойке жизни Я увидела, приходят новые люди Они не помнят, вернее, они не помнят Они знают, как мы поднимались За счет чего мы поднимались Почему все так происходит И люди пытаются подражать Подражать образу жизни Подражать тому, что мы имеем И в этом подражании Сегодня нам сильно помогают кредиты Помогают многие моменты Чтобы это все Эти все понты раздуть, так скажем Да, искусственно И еще приходит прослойка людей Смотрят, говорят Ой, они тут все такие У них все есть Я тут вот такой несчастный У меня ничего нет Наверное, я пошел в другую церковь Как-то мне тут некомфортно Я тебе скажу Успокойся Все нормально Если ты что-то видишь у человека Это еще не факт, что это его Расслабься Не завидуй тому, чего нет На самом деле И я хочу реально По-человечески Рассказать вам, как все начиналось А начиналось все очень весело И если бы у меня была возможность Показать вам кадры, фотографии Я обязательно сделаю эту подборку Наверное, попрошу Машу Волкову У нее реально архив Всех наших фотографий и видео Как все начиналось И начиналось все очень весело Мы бы тут охохотались бы Если бы вы видели, как все начиналось И Алексей, когда рассказывает здесь Такие проповеди Ну там часто он говорит Как вот он там Женился там на мне И там Что я бегала там за ним И все такое Это была прикольная наша свадьба И все, что с этим связано И сто человек В детском садике Все было весело У нас не было ничего за душой Вот Саша Тишкин Встань, пожалуйста, Саша Выйди сюда вообще Я тебе покажу Ну выйди Вы знаете, что церковь началась Вот с нас Я счастлива, что я могу Сегодня тебя вызвать Вы понимаете Саша приехал с Красноярска Была я Алексей Ну естественно Давайте так Был Алексей Была я Был с нами еще Один брат Он умел играть на всех инструментах И он сжег всю аппаратуру Его сегодня нет с нами Но он живет У него жена, дети И он занимается музыкой И приехал к нам Саша Тишкин Из Красноярска Молодой парень А ты родом же из Красноярска А ну хорошо Приехал он из Бийска Окей С реабилитацией Так скажем С курорта Да Приехал И Саша получил откровение Что он бизнесмен И так Раньше, слава Богу Не было ни кредитов Ничего И как-то Видно то, что не успел потратить За прошлую жизнь Мама ему там собрала Это имение И он За место того, чтобы купить Крутую тачку Он купил Помню этот Как он назывался? Грузовичок И там только два места И еще Хороший кузов И вот так мы ездили На служение Ехал Въехал Саша С рулем Я С Викой И Алексей Как вы думаете Где? В кузове А еще Было вообще весело Саше Негде было жить Потому что снимать Пока возможности не было Они ездили По вечерам По помойкам Собирали металл Алексей Прибегал С этой помойки Мылся И слышу Из ванной Орет Так и так Говорит девочка Ну откровение Получает Там Знаете такое место Есть в Библии Так и так Говорит девочка Не знаете? Есть пророк В Израиле Девочка сказала Нейману Да Прокаженному И он там орет Так и так Говорит девочка Пока мылся Откровение Получал Брат Вот Ты думаешь Где откровение Получить Самое лучшее Откровение Когда ты по помойке Металл собираешь А потом моешься И бежишь на служение И вот он собирался Садился в кузов Мы ехали на служение Он ехал И у него одна была молитва Чтобы никто его не увидел Вот Мы приезжали Проводили служение И возвращались Все в однокомнатную квартиру Мы снимали Однокомнатную квартиру И там стоял вот такой вот диван И кресло раскладное Вот спала Вика Я Алексей И на раскладном кресле Рядом с нами Практически полгода Вот этот молодой человек Вот так все начиналось Было весело А почему он с нами жил? А потому что Алексей посчитал Ага Скоро она поет в библейку Надо сэкономить Зачем мы будем тратить деньги На съем квартиры Будем жить вместе Когда я уехал на библейскую школу Они жили вместе Вот И вот так начиналась церковь Вот с этого все начиналось Первые купленные колонки У нас есть видео Где Саша, кстати, на них танцует Вот Спасибо, друг Садись Вот так весело все начиналось Мы горели В нас не было ни вида Ни величия Ничего в нас не было Одна только жажда Иисус, в Тебя я верю Ты стал для меня примером Я хочу, мой Бог и Царь На Тебя похожий стать Все Больше ничего Ни знаний, ни пониманий Ничего Просто огромное желание Служить Богу Огромное желание Служить Богу И поэтому все люди Которые потом Обстоятельства так вот Господь сделал И мы все оказались вместе Они были одержимы Этими же мечтами Просто похожими Стать на Иисуса Как бы это ни звучало Но это было так Мы были безумны Христа ради Во всех отношениях Касалось это всех сфер жизни Абсолютно И я прихожу к выводу Почему сегодня все не так Поднялось же это второе поколение Поднялось еще одно поколение Я думаю, что три поколения Где-то поднялось у нас В церкви И как-то там все Немножко подзастряло Хотя сейчас Когда мы начали говорить О попечительстве Смотрю, опять все стало воскресать Это почаще надо говорить об этом Возбуждать наш здравый смысл И Слово Божье Оно уникально Оно дает ответы на все вопросы Давайте поочитаем Второе Тимофею Третью главу Открываем С первого стиха Знаете же Что в последние дни Наступают времена тяжкие Вот о которых я В временах тяжких говорю Мы реально живем в тяжкое время Знаете почему? Потому что Век Век материализма Он всегда связан Как бы с искусственной защитой Безопасностью Как будто бы все хорошо Живи и наслаждайся жизнью Вообще вот это понятие Все хорошо, живи и наслаждайся жизнью Оно очень опасное Потому что Оно делает тебя уязвимым Ты как бы становишься таким сонным Тебя легко победить А вообще в духовном мире Мы должны Непрестанно молиться И всегда бодрствовать Да? Так же и в физическом мире Мы всегда должны бодрствовать Помните? Я как-то вам тут делилась Что я 50 тысяч мне банк подарил Добрый банкир Помните, да? Вот это Когда ты не бодрствуешь Когда ты думаешь Ой, оказывается Есть добрый банкир Который думает Блин, кому бы благословение дать, а? Ой, Женя Пронькина есть Давай-ка я письмо напишу Пусть возьмет мой полтинник И пользуется Девочка Так хочу благословить ее Это думает уснувший христианин Искренне верю Что это благословение от Бога Хотя это вообще Богом здесь не пахнет Так вот Вот этот век материализма Смотрите, как он описан Ибо люди будут Самолюбивы Сребролюбивы Горды Надменные Злоречивые Родителям непокорные Неблагодарные Нечестивые Недружелюбные Непримирительные Клеветники Невоздержанные Жестокие Нелюбящие добра Предатели Наглые Ну, наглые Как-то только написано Напыщенные Более Сластолюбивы Нежели Боголюбивы Ну, то есть Больше любят Такую любовь В удовольствие Чем Жизнь с Богом Она больше на жертве построена Имеющие вид благочестия Но силы же его Отрекшиеся Таковых удаляйся Я не хочу говорить Что вот такие люди Вот этот Он, он, он Знаете, отчасти это я Было время В моем христианстве В моем пути В моем росте Это время Оно быстро закончилось Слава Богу Я не успела Опозориться И клеймо Знаешь, на себя поставить Было время Когда я хотела Наживаться Было такое время Я считала Ну, а как У меня работы же нет Ну, люди должны Значит, что-то мне давать И я там Давай придумывать Всякие там Платные услуги И я поняла Что я не могу Идти против совести Я не могу На церкви наживаться Церковь это место служения И просто мне надо Идти на нормальную работу И работать Вот и все Но чтобы мне это понять Мне сначала Надо было это пройти То есть Сребролюбие И вот эти все вещи Они тоже касаются Каждого из нас Это абсолютно нормально Мы проходим это И вот это вот Имеем вид благочестия Но силы его Отрекаемся То есть Уже приняли форму Христианина Приняли форму Потому что Мы все сегодня Уже приняли форму Согласитесь Я уже Та же Если меня сравнить С той Женей И сейчас Это разные Женей вообще Абсолютно Почему? Потому что Эта Женя Уже другая Имеет форму Имеет имя Имеет статус Та Женя Ничего не имела Но та Женя Верила в силу Которая ее Подняла Чтобы та Женя Обрела форму Так вот важно Чтобы эта Женя Которая обрела форму Теперь Вспомнила о силе Поэтому я еще раз повторюсь Мне не важно Что у тебя есть Мне важно А что ты с этим всем делаешь Вот все Что у тебя есть Ты с этим совсем Служишь Богу Или ты все Все собрал И пошел Взял форму И пошел У тебя что-то появилось Я всегда считала Что самый лучший Евангелизм Это не когда Бедный парень С репцентра Проповедует Об Иисусе Христе Это когда Серьезный мужчина Выходит из серьезного Автомобиля В хорошей одежде С шикарным парфюмом И говорит об Иисусе Согласитесь Это намного круче звучит Мы же приобретаем форму И понеслось И что происходит Смотрите Люди Которые обретают форму Это вот Люди Которые от начала Уже что-то приобрели Мы все имеем Какой-то статус Какую-то форму Так вот Эта форма Это замечательно Но очень плохо Когда там нет уже Силы Божьей Это плохо Когда мы потеряли То самое важное Наполнение Которое есть Внутри нас И смотрите Что тут написано дальше Ксим Принадлежат те Которые Вкрадываются в дома Вот эти люди Которые достигли Чего-то в жизни Бог их поднял Снарядил Вдохновил Дал им силы Они Вкрадываются в дома Обольщают Женщин Ну и мужчин Я так тебе скажу Утопающих В грехах Водимы Различными Похотями Вот люди Которые Только что Пришли в церковь Это люди Которые Утопают В грехах И они Водимы Различными Похотями Так? Так Я помню Когда Розочка Встань Милая моя Ну встань Все мы знаем Розалия Ющенко Повелительница Тьмы Выйди сюда Давайте Поаплодируем Погрязала В похотях Ну нормально Помню Звонит мне Говорит Женя Что мне делать Я набухалась Я говорю Ну что делать Трезвее В церковь Приходила Ты представляешь Я опять курила А потом Ее Кинули На работе Она чуть не прибила Того начальника Который Я кинул Даже кажется Что-то там Было Но Я пришла В ее жизнь Человек Который Уже имел Форму И при этом Не терял силу Вы понимаете? И поэтому Я вкралась В ее жизнь Но при этом Передала силу Благодаря которой Можно подняться Я просто Не могу Вам на На все Услышание Рассказывать Из какого Ада Нас Бог Всех Поднимал О таких Вещей Не стоит Говорить Вслух Но просто Я хочу Сказать Что сила Которая Поднимает Людей Из пепла Она существует И это Сила Сегодня У людей Которые Что-то Обрели В Бог И в Бог Амин Амин И сегодня Каждому Каждому Человеку Мы Мы все Согрешаем Мы Люди Мы ходим По материальной Земле Нас цепляет Материализм Тем более Сегодня В последнее Время Но тем не менее Церковь Это место Обновления Да Давайте Зададим Себе Этот Честный Вопрос Спасибо Давайте Поаплодируем И смотрите Сим принадлежат Те Которые Вкрадываются В дома Обольщают Женщин Утопающих В грехах Водимых Различными Пахотями Это нормально Что человек Пришел В церковь И он Грешит Это Абсолютно Нормально Не надо Выпучивать Глаза И говорить О, он грешит Да, он грешит Он мучается От грехов Он в похотях Своих Запутался И ему нужен Человек С форма Форма Человек Авторитет Который скажет Ему Слушай Да возможно Выкарабкаться Из этого А как ты Выкарабкался А вспомни Как ты Выкарабкался Вспомни Это были Ключевые Жертвы Это были Ключевые Действия Это было Посвящение Это были Молитвы Это не были Какие-то Тренинги Семинары Это сейчас Уже Это были Вообще Не тренинги И вообще Не семинары Это на самом деле Очень страшно Выглядело А вообще Вы знаете Как женщина Рождает Еще туда Умудряется С камерами Ходить Извращенцы Прям Это страшно Это снимать Вот так Рождалась Судьба Каждого Человека Так Рождалась Судьба Каждого Человека Всегда Вначале Мы практиковали И принуждали Всех Практиковать Вместе С нами Именно Я не побоюсь Этого слова Принуждали Слава Часто Рассказывает Как его Принудили Жертву Принести Но благодаря Этому Слава Есть Слава Вячеслав Вы понимаете Проблема В том Что сегодня Мы все Погрязли В образовательных Процессах Мы учимся Мы умнеем Мы такие Становимся Людьми Знаешь Приобретаем Форму Но мы забыли О той великой силе Которая готова Нас поднять Вообще Из пепла Ты будешь Годами Свои умные Книги Тебя будут Годами Вести К успеху А Бог За неделю Тебя вырвет Такое бывает Судьба Меняется Вмиг Обстоятельства Меняются Вмиг Это и есть Чудеса Я сегодня Уже это забыла Я помню Когда первые годы Моего христианства Прошло 5 лет 7 лет Я приезжала Домой в Барнаул К девчонкам С которыми я дружила И я видела Такую пропасть Между нами Как будто бы Я реально На лоне Аврамовом Стою А они в аду И между нами Пропасть И я им кричу Девчонки Вот она я А они смотрят на меня И Как будто не видят Я увидела Что оказывается Бог сильно Меня поднял Очень сильно Меня поднял И сегодня Многих из нас Он так сильно Поднял Где наша сила Где мы ее Потеряли Век материализма Все сожрал Мы ее Где-то Расстратили Нам вновь Надо вспомнить Азы Начало Самое начало С чего все Начиналось Амэн Ну не так же Все было С самого начала Ну не такой же Ты к Богу Пришел Ну согласись Не такой И сейчас Я хочу на практике Вам показать Некие моменты Смотрите Не могут дойти До познания Запомни Раз и навсегда Человек Любой Который Который Сидит В этом Зале Если ты Смотришь На кого-то И сегодня Тебе Сатана Шепчет На ухо И говорит Вот У него Все Получается У тебя Ничего Не Получится Я скажу Тебе Это ложь Это ложь Этот человек Бизнес 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 Вумен Так Скажем И она Сказала Говорит Я была Очень Бедной И вообще Выросла В бедной Семье Но Однажды Я задала Себе вопрос Почему Этот человек Богатая Бедная Почему Может быть Просто Потому что Я чего-то Не знаю Хорошо Я это Узнаю А теперь Второй момент А буду Буду ли я Это делать И когда Человек Начинает Что-то Узнавать И делать У него Получается Вот в чем Отличие Абсолютно Когда человек Успешен И неуспешен С тем же С той же силой С тем же Богом В той же Церкви Почему Происходит Просто Одни знают Пробовали Но однажды Отреклись От этой силы Им просто Достаточно То что Они уже Получили Другие Знают Пробуют И продолжают Делать А третьи Еще не знают И еще Не пробовали А кто-то Уже знает Но еще Не дошел До познания Истины Понимаете Нас спасает Освобождают Даже не молитва Нас спасает Освобождает Когда я Услышала Истину И пробую Ее применить В жизнь Мой личный опыт Меня спасает Вот здесь Рождается Мое личное Евангелие Здесь рождается Моя личная вера Здесь рождается Мое личное Хождение С Богом И оно не зависит Больше от людей Оно не зависит Ни от чего Я продолжаю Ити И я желаю Чтобы Вот это переживание Родилось В каждом из нас Чтобы вы не были Привязаны К людям Которые постоянно Знаете Есть такие люди Которые постоянно Нуждаются В учителях Ну ты меня научи Ты меня научи Да я уже 150 раз Тебя учила Ты попробуй сделать Хотя бы то Что я тебе сказала Вся проблема В том что мы Не практикуем И не делаем И смотрите Грех теряет силу В познании истины Мы все приходим Грешники Мы грешим До последнего Но как только Мы познаем истину Мы становимся Свободными людьми И я однажды Услышала Что жертва Это конец проклятию Я просто услышала Была на стадионе Приехал крутой проповедник И орал с кафедры Жертва Конец проклятию Сиплым голосом Кричал Орал И я услышала это Схватила все Что у меня было И принесла на жертвенник Потом поплатилась за это Меня ругал пастор Алексей Не связывался со мной Любил сильно тогда Боялся, что я Помолвку с ним расторгну Меня осудили все Но я просто попробовала И знаете, это сработало Я попала в динаминацию Этого человека Который орал Со сцены Служу сегодня с ним На одном поле И живу в этих откровениях И в этом помазании Не чудо ли это? Одна из стадиона Просто услышала И попробовала Сколько сегодня Ты слышишь здесь призывов? Ты не пробуешь? А попробуй Это работает? Ну только не жди Благословения на утро Благословения Как правило Приходят позже Следующая история Я однажды услышала В деяниях Есть такая история Я даже вам ее прочту Десятая глава С первого по шестой стих Здесь написано В Кесарии был Некоторый муж Именем Корнили Сотник Исполкам Называемого Италийским Благочестивый Боящийся Бога Со всем домом своим Творивший много Милостыни Народу И всегда Молившийся Богу И вот он увидел Видение И Бог ему сказал Что к тебе придет Парень от меня И он будет говорить тебе слова И написано Шестой стих Он скажет тебе слова Которыми спасешься ты И весь дом твой Петр ни деньги принес Ни какие-то другие вещи Он не принес Ни жертвенник Не притащил к ним в дом Он сказал им какие-то слова Которыми спасся Весь его дом И я однажды Будучи Еще только-только покаялась Я услышала Спасусь я Спасется весь мой дом Кто такое слышал? И наверняка Это самое первое То что мы провозглашаем И тут Бедные наши родственники И я помню Начала писать письма Брату моему в тюрьму Слава Козлы По левую сторону Овцы По правую Представляю Он читает эти письма Он думает Вау Это что? Я ему там Писала Писала Я вот так Такие письмена Я ему писала Там Вот там были Мои первые проповеди Евангелия Я писала Ему писала И он однажды Неосознанно прочел Молитву покаяния Неосознанно И я помню Когда Это было первое Мое христианство Слава Богу Он долго сидел Я подросла Духовно Перестала писать Ему письма Понимая Что письма Его не спасут Я думаю Буду творить Милостыню Послала ему Деньги А деньги Нельзя Оказывается Слать В конверте Их Ну Забрали Я думаю Так Милостыня Не прошла Сигареты Принципиально Не буду Отправлять Не будет Он курить Думаю Ну хорошо Как Корнили Там написано Он приносил Много Милостыни И молился Я думаю Я начну за него Молиться Каждый день И буду Приносить Жертвы И я помню Однажды Я вам приведу Пример Я стою В тайной комнате И помню Песню пою До сих пор Я помню Как же Блин Вылетела из головы Короче Пою песню Богу Че к чему Ну Женщина Магистраль А Да Помню Новосибирск Увидит Божью Славу Я пела Стэлла Новосибирск Узрит Его Любовь Мой Брат Увидит Божью Славу Мой Брат Узрит Его Любовь Новосибирск Увидит Божью Славу Новосибирск Узрит Его Любовь Мой Брат Увидит Божью Славу Мой Брат Узрит Его Любовь и вот она но не так все происходило я попить пела молилась сражалась и бесов разрушала проклятие все жертвовала думаете деньги у меня были денег у меня не было вход шли вещи все что муж мне купит я пожертвую я представляю как это его злила но поэтому в этом тоже его семья есть я отдавала все я была как 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 немножко безумная ко мне чтобы не пришло я все отдавала вот вот такой период у меня был в жизни я думаю когда тоже он должен закончится он закончился теперь у меня есть деньги вот и все вот в чем разница и я помню думаю ну сколько я могу вот так вот молиться за него когда же когда же знаешь бог не молчащий бог он видит если ты поверила слову он будет тебе отвечать и однажды мне приснился сон после этого сна я перестала молиться о нем я поняла что он будет спасен мне снится сон что слава что я приезжаю в город барнаул у нас девятиэтажка мы на четвертом этаже я смотрю везде окна открыты и я с братом из церкви говорю слушай что у меня окна открыты я смотрю там девчонки мои ходят они такие выглядывают из окна и говорят ну типа брат твой умер представляете такой случай был я вот так села в машину и проснулась проснулась в кровати новосибирске это как говорю я разрушаю этот сон во имя иисуса засыпаю просыпаюсь в этой машине биг говорю этому пацану побежали его воскрешать это как фильме это как видение я не объяснить не понимаю что это такое то было сверхъестественное просыпаюсь в этой машине в этом же сне и говорю уже понимаю что я как бы просыпалась ну то мне уже все равно я хватаю его мы бежим помню не на лифт не стали ждать бегом на четвертый этаж забегаю стоит гроб я всех выгнала из дома как ну как по библии всех выгнала чтобы неверующие ушли и помню вот так вот говорю доставая его из гроба он его достал из гроба во сне был брат большой высокий еще в дерево жизни мы с ним вместе были жене его зовут такой высокий видно специально бог в сон мой поместил чтобы он смог его из гроба достать и вот он из гроба его достал на диван вот так вот положила он трупу так у знаешь на диване вот но они же как трупаки жену сесть не могут о такой ровные на диване я вот так вот подхожу к нему начинаю молиться за него я не видеть какие-то особых молитв не говорил господь пожалуйста я верю что ты его воскресишь он не имеет права он умирать и он не воскресает раз не воскресает 2 не воскресать я помню на третий раз просто так вот его обняла и у меня слезы потекли и он раз дернулся я прыгнул от него быть покойник проснулся отпрыгнула от него он такой раз такой обмяк такой ой хочу происходит я говорю все нормально сейчас пойдем новосибирск и почему-то нам принесли коробку мороженое мы сидели ели это мороженое грудь и поехали на вас сейчас доем а а видно это сейчас срок дойдет это как прообраз понимаете сейчас доем и и поедем и вы представляете какое чудо произошло представляете какой я в духовном мире произошло воскрешение после этого я перестала молиться но я понимала что еще не до конца дело сделано и я помню подхожу к маме и говорю мам как раз мы деньги на храм собирали я подхожу и говорю мам ты что в иллюзиях ты живешь женщина моя выйдет зэк взрослый взрослый зэк ты в иллюзиях то не летай жертвы надо приносить радикальные вещи надо делать духовный мир надо просто взбудоражить что-то надо делать я помню она продает там получается у нас сделка она продает дом я помню это 300 тысяч и она говорит я принесу их на храм я помню как она человек который не буду говорить который копейки ничего бы не дала надо последнего верила что мы все вот и сюда нельзя ни копейку носить она принесла эту жертву и знаете это жертва реально что-то потрясла выходит парень из тюрьмы и как агнец в репцентр в репцентр не курить больше не курить в этой шапке не курят нет не буду слава иди молиться да иду давай кричи на языках орать начал сразу не понял он не понял он до сих пор сам свидетельствует горит я не вообще не понимал что происходит я вообще всю жизнь протесте и тут я как агнец ничего не могу с этим сделать что это не надо отрекаться его силы его сила творит чудеса а его сила это много молиться и много жертвовать много творить милостыни тогда бог будет посылать к тебе людей которые будут говорить тебе слова благодаря этим словам спасешься ты и весь твой дом пока он там сидел вдруг он начал читать эти письма безумные которые ему писала писать эти читать за эти молитвы которые я ему писала вдруг сколько сегодня написано твоих молитв сколько сказано слов почему они не работают потому что спасешься ты и спасется весь твой дом благодаря тому что он много жертвовал и много творил милостыни а мы сегодня достигли определенного уровня и мы не рассказываем людям благодаря чему мы вырвались галя у нас мой сын галя не могла родить детей вообще какие-то диагнозы там есть ставили она горит буду приносить жертву с богом заключила завет приносила приносила жертву раз родила второй раз так двойню сразу вот это ли не чудо сколько сколько этих жертв принесено я если начну про жертвы каждого человека рассказывать это это чудеса мне хочется как не я должна их со сцены рассказывать вы должны к людям пойти рассказывать про это потому что в этом то и есть сила они вкрадываться в жизни людей и и осуждать а стоят а я знаешь перестала десятину носить да вот носила носила 7 лет теперь перестала перестала и ладно не рассказывает о другим зачем зачем ты людей лишаешь прорыва ты сегодня перестала завтра опять начнешь это твоя жизненная история но ты и я мы поднялись благодаря жертвам и молитвам они каким-то другим вещам амэн давайте не будем отрекаться его силы его сила творить чудеса последний случай который пришел мне на память из прошлого я помню я приехала в библейскую школу и там была женщина вы знаете что такое ехать в библейскую школу это сегодня вы приезжаете в библейскую школу в такой храм сидите вот в храме этот условия совсем другие новосибирск это вообще другой город я была в городе благовещенск с маленьким ребенком и беременная и вот под только подъезжаем мы к благовещенскую тут моя иллюзия распадается я понимала я приехала в реальность на три месяца на три месяца жить в непонятных условиях с кем где сегодня многие думают как я поеду на два месяца учиться в собственном городе у меня машины не добираться с того берега да прикольно а мы добирались четверо суток в поезде с бичами вообще такими людьми я их я не знаю они в поездах живут эти люди жители поездов питаются тараканами которых поймали там как тайцы это страшно плюс еще там загоняют туда полк этих ребят которые освободились после армии как они называются дембеля это страшное слово там такой гудеж там поезд вот так под рельс подпрыгивает четверо суток я помню когда мне банку трехлитровый огурцов благословила одна сестра даже я же ее благословляла четверо суток что у меня огурцы были реально есть было нечего реально есть было нечего ну реально не было денег доширак был да какой доширак это же это же мега блюдо это же ресторан роллтон товарищ друг а на ужин доширак было такое время и я помню как мы ехали приехали в благовещенск и представляете всех куда-то расселили на утро приходим на библейскую школу и рассказываем кто где кого поселили вот или иных сестрами поселили к женщине христианки но муж у нее каждый день пьяный каждый день ее бьет и девчонки под заместом постоянно попадали это все три месяца все могут вам порассказывать и говорю ник это это жизнь божья сила не молчите об этом это же многих людей вдохновит на на поступки ради бога почему мы забыли как мы творили такие вещи ради бога и а меня поселили представляете подъезжаю к дому на берегу вот этой их реки дом консьерж сидит охрана поднимают меня на лифту квартира я таких квартир еще не видала вся шикарная квартира чего там четыре комнаты там с видом на реку через реку виден китай там такая квартира я думаю в повезло это видно я жена пастора ну там все дела меня так скажем круто поселили наступила ночь у этой женщины есть ребенок старшая девочка и младший сын от разных браков вдруг невыносимая атмосфера поднимается в доме этот мальчик просыпается и начинает по квартире жутко орать и бегать и это каждую ночь и этот мальчик еще бил мою вику кидал в нее машины и я прям видела видение как я подхожу в коридоре вот так вот его к стене христианка приехала учиться библейскую школу ну когда твоего ребенка бьет знаешь тут материнский инстинкт простите да и так получилось что мы заболели века отравилась нас увезли в инфекционку мы кстати это от там какие-то женщины которые на меня орут матом заставляют держать ее и пихают ей трубки в рот маленький ребенок это я беременна среди счет я звоню мужу муж говорит все давай прилетай а я говорю нет я останусь я должна пройти это до конца если приехала и у меня забирают вику века улетают у меня в новосибирск и я вот и и не было два с половиной месяца со мной я каждых два с половиной месяца просыпалась депрессии я знаю что такое каждый день просыпаться в депрессии идет молитва все видят видение а я вижу как она в ванне тонет прикольные видения каждый но ты не срываешься ты не бежишь ты в этот момент доверяешь богу я помню так сильно на обетование встала и сказала спасусь я спасется весь мой дом и потом кто оставит ради ради меня дома детей все что дорого тот получит во сто крат в веки 7 здесь на земле и в жизни вечно и я говорила сатана ты не заберешь у меня моего ребенка и я это такие были войны с самим собой но это и была сила которая поднимала меня я сегодня осознаю почему я осталась оказывается это женщина она разочаровалась в христианстве потому что до этого несколько лет подряд у нее жили люди которые христиане которые приходили к ней в богатый дом и тупо использовали ее ели ничего не приносили не убирали знаете как вот потребители такие и она говорит все вообще я больше никогда к себе этих христиан не пущу его и начала в церковь ходить через раз ну знаете и последний раз она говорит тут опять призыв давайте откроем свои дома для людей и она говорит это как раз от той женщине которая уже имела форму но уже готова была отречься от силы понимаете и она говорит это хорошо я последний раз это сделаю но сегодня вы выберите мне пришлите меня женщин ко мне домой женщину девушку которая в пастырском служении и вот они почему-то выбрали что я жена пастора молодая меня туда и оказывается я была заложником завета между этой женщины и богом именно поэтому сегодня я понимаю обстоятельства сложились так веку убрали от меня что я начала делать я начала смотреть на ситуацию я приходила пораньше домой я промаливала всю квартиру я не понимала в чем здесь проблема и потом выяснилось бог дал мне благодать выяснилось что вот эта кроватка в которой спал ребенок в ней уже три три ребенка умерла до этого когда я разбирала эту кроватку она горит я несколько раз прорывалась тебе звонить и говорит женя не делай это и сама себе говорю чё к чему это какое сильное колдовство было вот она вышла замуж за муж мужчину а мама подарила им вот эту кроватку а у него там три ребенка умерла в этой кровати она этого сашеньку усыпляла в одной в зале уносила клала в кровать кровать он там подрывался и бегал по квартире я разобрала эту кровать вытащила на мусорку разрушила все проклятия больше ребенок не бегал потом стали происходить дальше чудеса у нее первая дочь у нее разрушенные с ней отношения и там бог меня начал использовать в я сдружилась с этой девочкой в конечном результате у них восстановились отношения мне звонит эта девушка которая хозяйка этого дома плачет огрыжение первый раз в жизни моя дочь со мной искренне поговорила вы понимаете что творят чудес что творят заветы что творят духовные вещи человек готов был отречься от силы сказать все я больше не верю в это все и она последний раз пробует я не говорю что я мега помазанница приехала до яма молодая девчонка голодная беременная утром каждый день в депрессии но бог может тебя использовать я помню как он меня использовал как он вложил в мой дух это бремя как я приходила пораньше и молилась за эту квартиру как я как я восстанавливала отношения между ними в тот момент я понимала что это не я во мне рождаются чувства доселе мне незнакомы вопреки всему вопреки моей злости вопреки моего голода вопреки моих желаний во мне рождаются божьи желания и я вижу чудеса ты можешь видеть эти же чудеса и чудеса проявляются в обычных вещах они проявляются в жертве в молитве и в милосердии больше нет способов подняться из пепла никакие тренинги никакие супер мега книги по возвышению так тебя не поднимут как способен тебя поднять сам бог через эти три сильных каната мы ничего тогда не знали мы были глупые мы некрасиво говорили мы некрасиво выглядели но мы красиво верили в простые вещи давайте будем к этому возвращаться те кто это оставляет или может быть оставил бог не судит тебя это твой путь возвращайся возвращайся к святыням и не молчи о тех чудесах которые были тогда при начале а ты который пришел только недавно спрашивай как ты поднялся благодаря чему многие люди пишут мне в интернете говорят женья какие книги вы читаете то что вот вы такая вот такая какую психологию посоветуйте почитать я так смотрю побольше жертвой молись и помогай людям вот эта самая крутая книга в помощи людям живым рождается опыт который не прочитаешь ни в одной книге жертва она привязывает меня к божьим к божьим откровениям она укореняет меня в доме божьем именно на жертвеннике проявляется истинная моя суть верующая или нет только здесь и в отношениях с людьми самый большой показатель кто во мне христос или опять плоть проснулась я не сужу никого потому что я тоже совершаю много поступков и нехороших но это жизнь путь но все-таки давайте вернемся к истинным начаткам если мы обрели форму давайте вспомним о той силе которая нам дала эту форму а мы я верю что вы были благословлены через наше служение мы вкладывали туда всю душу и мы очень старались чтобы накормить вас из божьего слова спасибо вам за каждый лайк просмотр и комментарий но я хочу вас попросить сделать еще кое-что для общего служения в которой мы участвуем вы можете стать партнером сделав добровольное пожертвование вы поможете нам повлиять на еще большее количество людей сделать еще большее количество людей счастливых и прикоснуться к ним через наше служение я хочу напомнить что доброходно дающего любит бог то есть что